ну еще раз добрый вечер сегодня у нас медиаток который посвящен медиа которые создают бренды но и медиа самим таков такими какие они есть сегодня мы будем щупать из чего состоят медиа которые делают бренды сегодня в беларуси мы пригласили ну наверное в этой сфере самых крупных игроков на нашем рынке также будем рады вашим вопросам вашему активному участию дело в том что многие медиа уверены сегодня что конкуренты это онлайн и новые там высокотехнологичные там где много всяких программистов дизайнеров ну мы давно уже говорим о том что соцсети это тоже конкуренты для любых медиа и вот сейчас бизнес начинает также создавать свои медийные издания и мы будем сегодня говорить не только про коммерческие бренды и я представлю вам спикеров сегодняшних и мы начнем с и с екатерины екатерина зиновская это контент-менеджер и руководитель мтб мт блога вячеслав смирнов начальник управления развития и продаж контента волком енина мельникова главный редактор зеленого портала это представитель некоммерческого бренда дальше иван и живицы pr-менеджер компании wargaming.net меня зовут алла шарко антон суряпин заместитель главного редактора медиакритика . by антон будет помогать анализировать ситуацию я вижу что дано на нашем медиарынке и мы будем начинать с коммерческих скажем так с коммерческих медиа вернее с коммерческих медиа которые были созданы коммерческими брендами вот сегодня мы воспользовались такой ситуации что у нас в гостях вячеслав смирнов буквально недавно вячеслав был у нас в ином качестве как самый главный по коммуникациям и рассказывал про разные кейсы которые делал волком и как они сотрудничали с медиа и теперь вячеслав занимается совершенно другим почему волком решил скажем так направить свои силы в в новую достаточно сферу конечно нельзя сказать что совершенно новая сфера да что захотелось монетизации или больше не знаю привлечения аудитории да добрый день друзья но во первых хотел сказать что я сегодня одел галстук но не приготовил доклад никто не приготовил не надо переживать пока рано показывать детальные презентации мы на самой ранней стадии разработки концепта и стратегии того самого телеканала можно говорить наверное нужно говорить о контенте в более широком смысле чем только телеканале и потом телеканалы могут быть разные это может быть линейный телеканал это может быть youtube канал и так далее мы говорим о контенте в широком смысле этого слова понимая что что это ну это вещь, которую можно продать, и у нас совершенно такой прикладной подход к этой теме. Это бизнес, это то, за что можно выручить деньги, и поэтому мы рассматриваем это как перспективное направление. Вот и все. Поэтому я сегодня пришел сюда благодаря вашему приглашению, пришел сюда с удовольствием для того, чтобы прежде всего поучаствовать в дискуссии, а не рассказать о нашем подходе. Можно презентовать через несколько месяцев какую-то блестящую презентацию о канале, которая отнимет, откусит 30% телерынка. Мы пока не готовы об этом сказать, но мне будет очень приятно послушать, даже больше, чем рассказать о том, чего не хватает нашему медиарынку, телерынку. Каким мог быть этот телеканал, и я пришел сюда, потому что я ожидаю неких идей, и я уже ощущаю это. Две недели тому назад мы провели пресс-конференцию, где рассказали о телеканалах и с тех пор, наверное, каждый день по 5, по 6, по 10 обращений я на данном этапе получаю, но прежде всего от неких коммерческих студий, которые говорят, какие у них замечательные камеры, как они умеют снимать контент, но мне бы хотелось больше креативных обращений, людей с идеями, которые понимают, чего не хватает и знают, как это сделать. Вы сейчас говорите как раз о том, что вы хотите делать собственный контент, то, чего в нашей стране не хватает медиарынку. Да, это правда, мы собираемся, несомненно, собираемся делать собственный контент. В каком виде и в какой форме контент будет облечен, это вопрос другой, но у нас есть понимание, что белорусскому рынку не хватает качественного, интересного, прежде всего развлекательного контента. Мы не говорим про то, что мы пойдем в политику и не будем делать новостной телеканал, по примеру, CNN или что-то в этом роде, но развлекательный контент, развлекать своих абонентов мы планируем. И на ваш вопрос, зачем белкому телеканал или контент, ответ очень простой, потому что это бизнес, мы хотим его продавать. Ну понятно, что бренды коммуницируют с аудиторией, как с настоящими клиентами, так и с потенциальными клиентами и постепенно превращаются в медиа. Мы видим, что это мировой тренд, это не какая-то новость или удивление большое, но мы сегодня будем как раз говорить о том, чем может быть отличается как раз коммерческая медиа от просто медиа. Отличается тем, что коммерческая медиа всегда с самого начала думает о механизмах монетизации. И мы о них думаем. Они могут быть разные, и модели монетизации разные, и мы рассматриваем некий опыт мировой в том числе и привлекаем для этого консультантов, потому что это бизнес, это ни разу не пропаганда, это не политика, это просто бизнес. Я бы хотела передать слово Ивану. Вы, да, так я заметила вашу реакцию, вы соглашаетесь как раз по поводу монетизации. Не, не столько монетизации, скорее всего, контента. Мне интересно послушать, да, потому что наша компания занимается немножко другим, мы тоже создаем много контента, больше связано, наверное, с ютубом, то есть мы больше работаем с нью-медиа, при этом у нас есть огромные ресурсы информационные, в том числе тот же самый сайт worldoftanks.ru, например, это не сайт про игрушку, то есть зашел, узнал, как там победить кого-нибудь, или какие новые модельки появились. Нет, это у нас огромная команда контента работает, которая создает непосредственно и новые информационные, скажем так, и где-то и технологии, и прежде всего сами, наверное, лонгриды, материалы, которые интересны нашей аудитории в плане зайти почитать, узнать что-то новое про историю. Здесь очень банальная и простая параллель. Игрок, заходя в продукт, видит, что там есть условно танчики, есть у нас все знают там самолетики, кораблики, и он думает, что же с ним делать с этим танчиком, как он выглядел реально в бою и начинает интересоваться историей. И мы столкнулись еще 5-6 лет назад о том, что исторического контента очень мало. Соответственно, сейчас на сайте у нас выходят огромные спецпроекты к 9 мая, к освобождению Белоруссии или другим событиям крупным. И они собирают, ну там, не знаю, от 50 до 200-300 тысяч просмотров. Это мы сейчас не говорим про YouTube контент. Соответственно, мы увидели огромный потенциал и огромную нехватку контента качественного, которое интересно нашу аудиторию. Вы увидели, что ниша исторического, скажем так, контента не идея, свободна. Да, мы ее активно занимаем. И знаете, недавно проводили исследование. У нас сейчас открыта вакансия пиар-специалиста. И задаем такой, один из вопросов, показать или рассказать нам о милитарии, медиа. Ну то есть, условно, военных, военно-патриотических, исторических, их угодно. И оказалось, что их, ну, очень мало. То есть, Белоруссия называет «Вояр». Ну, спасибо, да, ребята классно делают контент и выходят на телевидение, это достаточно интересно. И раньше даже была передача на Первом канале с Аллой Борисовой, ее уже нет. Вот, то есть, свободное направление. И есть такое военное обозрение, один ресурс. Собственно, вот два главных ресурса. И года четыре назад мы создали свое, отдельное медиа. Сейчас у нас уже второе появилось, которое активно собирает вот аудиторию, которая интересна истории. История, конечно… Вы сейчас говорите о онлайн-медиа. Онлайн-медиа, да. Я говорю исключительно про онлайн в данном случае. Если говорить про другие типы медиа, например, нью-медиа либо YouTube. Я сегодня, когда одевался, думал надеть толстовку. У нас был классный проект блогера по-флотски. Может, кто-то за ним следил. Достаточно интересный. Например, из Белоруссии Анна Бонг принимала участие. И этот контент создавался изначально для YouTube каналов и собрал, не помню, 4-5 просмотров суммарно. После этого, например, контент мы бесплатно отдали телеканалу ОНТ. Они его крутили там где-то ближе к ночи. И, собственно, вот то, что мы говорили, не хватает развлекательных, каких-то интересных проектов. Вот мы свой бесплатный вклад внесли в это. Плюс у нас активно развивалась, например, киберспортивная направление, и мы создавали тоже контент и передавали, например, телеканал «Звезда» либо телеканал «Дважды два». То есть это такой симбиоз, когда от продукта контент создается качественно и потом идет на телевидение. Хотя изначально у нас цель немножко другая. То есть мы развлекаем свою аудиторию. То есть, во-первых, вы работаете все-таки на вашей аудитории? Естественно. Прежде всего мы работаем, мне кажется, все работают на свою аудиторию. Просто у кого-то сразу стоит цель ее монетизировать. У нас стоит цель, наверное, больше ее развлечь. Привлечь и, соответственно, направить потом в наши продукты. И там уже происходит процесс монетизации. А как вы это считаете? У вас же и радио, и на YouTube, и ТВ, и онлайн. Это одна и та же у вас аудитория, там, пересечение какое-то полное? Да, да. ТВ, и та же аудитория, мы скорее стучимся по разным каналам коммуникации с ней. То есть кому-то удобно слушать радио, кому-то хочется зайти на YouTube-канал. Также мы развиваем активно соцсети. И, ну, здесь, наверное, мы можем похвастаться. У нас, наверное, одна из самых крупных социальных сетей по танкам worldoftanks.ru, ну, вовремя, worldoftanks. Там более 3 миллионов 100 тысяч подписчиков, это только на официальном канале. И, собственно, мы ее вот долго собирали. Это СНГ аудитория, не только белорусская. Но можно погордиться этим и сказать, да, это большое достижение для нас. Ну, то есть у каждого свой якорь. Что ему интересно, там, собственно, он и тусуется, отдыхает, наслаждается и потом принимает решение, как ему дальше продолжать свой вечер. Пойти поиграть, либо пойти с друзьями куда-нибудь отдохнуть. Спасибо. Мы еще будем задавать вам вопросы. Я сейчас хотела бы Екатерине передать микрофон. Екатерина, МТ-блог, это вот я сейчас открою тоже вкладочку, да. Это такой портал, не сказать, что там все про банк, да, такой контент довольно разный. Расскажите, пожалуйста, как вообще у МТ-банка появилась идея МТ-блога, насколько они помогают, либо мешают вам вообще работать, и, ну, немножко о специфике вашей. Здравствуйте. Идея создания МТ-блога появилась у нас очень давно, на самом деле, она у нас была, и чуть больше года назад мы рискнули, наконец, это сделать. Основная, самая главная, первая задача, с которой мы начинали это все, это, скажем так, финансовое образование. Поясню, вот финская школа, финская образовательная модель предполагает, что дети в школе получают какие-то конкретные знания, которые можно применять на практике. То есть, например, на уроках математики они не просто учат, что х не равен у или что такое логарифм, а выходя из школы, они уже умеют высчитывать ставку по кредиту, например, ну или там следующий платеж по кредиту, потому что, ну, то есть, есть определенная формула, которая помогает высчитать этот платеж. В Беларуси же мы столкнулись с тем, что у людей нет, ну, нет каких-то элементарных знаний. У нас учителя просто по математике всегда говорят, вот когда-нибудь к вам на улице подойдут, просят формулу. А вот в обыкновении школ сидят и думают, да мне эта математика вообще, извините, на черта вообще в жизни не понадобится. И когда вот возникает вопрос, как же высчитать, сколько я должен платить по кредиту, при том, что у меня, значит, кредит под 17,5% годовых на 20 лет, как мне высчитать, сколько в этом месяце мне нужно платить? И ждут, пока из банка придет выписка. И надеются на то, что эта выписка правильная и что банк не пытается взять лишних денег. Так вот, собственно, вот основная задача – это на конкретных примерах, на конкретных историях живых людей, рассказать о том, что есть такое финансы, как правильно вести себя с деньгами, как с ними обращаться, как их экономить, как брать кредит, какие документы при этом нужно оформлять, всегда ли нужно за это платить. Но на самом деле с деньгами мы сталкиваемся каждый день, всегда, ну то есть деньги всегда у нас, наличные, карточки всегда, и какие-то вопросы возникают постоянно. И мы просто вот первоначальной целью ставили именно повышение финансовой грамотности населения. в первую очередь. Это, опять же, было не совсем связано с монетизацией. Вот, вроде бы ответила на ваши вопросы. Да, ну а насколько вообще ваша аудитория – это, ну, не знаю, клиенты МТ-банка или нет? Есть ли какие-то данные? Кто вас читает? Ну, мы ориентировались, естественно, в первую очередь и на наших клиентов, но, ну, нас читают все, ну, то есть у нас, как бы, сайт не закрыт для не клиентов банка, нас читают все. Мы, понятно, что подписчики наших групп в социальных сетях, они постоянно видят, например, обновление контента, но по большому счету мы не, как бы, не закрываемся от других людей, вот, потому что, ну, опять же, лояльность бренду – вот это вот все. Но самое главное – это качественный контент, я так понимаю, у вас. Конечно. Ну, мы, извините, мы просто, ну, как бы, на сегодняшний день это явление уникальное на медийном рынке Беларуси, на самом деле, подобного не делает никто. И мы очень трепетно подходим к тому, что мы делаем, как мы делаем за вот чуть больше, чем год работы. У нас вышло более 150 статей, и каждая из них, она проходила там длительный этап подготовки, согласовывалась с экспертами внутри банка, с экспертами сторонними, и все это, ну, то есть, все это делается для того, чтобы было сделано хорошо, а не просто так. И я хотела бы сейчас передать микрофон Янине. Янина, я так понимаю, что вы тоже не ставите перед собой вопрос монетизации зеленого портала, да? То есть, мы сейчас плавно переходим к тому, что каковы цели вообще у медиа, созданных какими-либо брендами. Мы сейчас услышали про развлечения, про образование, и в том числе, опять-таки, развлечения. У вас миссия несколько другая. Расскажите немножко об этом и о том, чем отличается вот именно ваш брендированный, скажем так, портал. Да, здравствуйте. Во-первых, да, мы не ставим перед собой коммерческие цели, хотя хотелось бы. Денег хотят все, без исключения, но наш ресурс, зеленый портал, был создан товариществом «Зеленая сеть», в которую входят экологические организации. И, конечно же, когда он создавался, речи даже о медиа не шло как таково. Речь шла о том, что нужен какой-то информационный ресурс, который бы продвигал ценности экологического, дружественного образа жизни, ценности, которые разделяют в первую очередь товарищей зеленой сети, будь то организации, которые туда входят, либо индивидуальные товарищи экологи и люди, сочувствующие им. Тем не менее, за последний год «Зеленый портал» претерпел ряд изменений в сторону именно медиа, в сторону медиа некоммерческого, но тем не менее медиа с его традиционной структурой, с его традиционным желанием расширить свою аудиторию, выйти на более широкую аудиторию и не просто продвигать наши ценности, то есть те ценности, которые разделяют товарищи зеленой сети, но и стать популярным информационным ресурсом для широкой аудитории. Прежде всего, мы сейчас ядром своей аудитории видим горожан активных, занимающихся где-то творчеством, где-то IT, где-то еще какими-то вещами, но тем не менее, тех, кто ведет активный образ жизни, те, кто в принципе лояльно относится к вопросам ЗОЖ, к вопросам сохранения окружающей среды, к путешествиям и так далее, и так далее. И эти наши изменения, они, безусловно, отражаются на том контенте, который мы делаем. Сейчас он, да, более развлекательный, чем был раньше, сейчас он более мультимедийный, сейчас мы делаем спецпроекты, мы делаем разные мультимедийные штучки и фишечки, мы очень сильно заточены сейчас под развитие наших социальных сетей, мы присутствуем практически во всех, во всех популярных социальных сетях, мы завели свой канал Телеграм и потихонечку его раскручиваем. Ну то есть мы стараемся продвинуть вот этот наш бренд зеленого портала на широкую аудиторию, не только на узкозаточенных под экологию людей, но все-таки на людей, которые могут быть потенциально нашими союзниками, в том числе и в оффлайновой деятельности, которую ведет товарищество «Зеленая сеть». И какие инструменты лучше всего работают в этом? На самом деле работают разные инструменты. Работает, безусловно, все, что носит легкий характер содержательный, да, то есть на уровне контента, конечно, люди предпочитают, чтобы это было легко, динамично, просто, понятно, то есть короткие видео обязательно с титрами, потому что, как мы знаем, многие люди, да большинство людей в социальных сетях часто выходят с работы туда и не включают звук, чтобы не палиться, и, соответственно, им важно, чтобы контент просто на картинке был сверху, да. Работают мультимедиа истории большие, мы сделали несколько спецпроектов, в которых у нас есть и видео, и аудио, и большие фотографии, то есть они разноплановые, их можно смотреть по диагонали, по вертикали, как угодно. Работают, ну, как и всегда, я думаю, что в последнее время все понимают, что очень хорошо работают штуки такие хайповые, да, когда темы спорные, мы сами это прекрасно понимаем, и часто просто, ну, откровенно, может быть, провоцируем свою аудиторию на такие дискуссии, потому что без вот этого эмоционального отклика обычно мы понимаем, что наши темы не очень хорошо заходят для широкой аудитории, если не получают эмоционального отклика у людей. Ну, поэтому где-то мы играем и на эмоциях. А вот тема финансов, она также должна получать какой-то эмоциональный отклик, Екатерина? Ну, безусловно. Конечно. Ну, может быть, микрофон. Естественно, потому что, опять же, мы сталкиваемся с деньгами каждый день, и мы не хотим никогда отдавать свои деньги просто так, или за некачественный продукт, или мы, собственно, отдали деньги, продукт получили некачественные эмоции. Как вернуть свои деньги? Ну, то есть это очень эмоциональная тема. В том числе, опять же, мы стараемся у себя использовать яркие картиночки для привлечения внимания, какие-то заголовки стараемся подбирать, то есть не просто сухие, как сэкономить на покупке телевизора, а что-нибудь поинтереснее. В тексты вставляем живые истории, опять же, живых людей, это всегда эмоции, личный опыт – это всегда эмоции. А вот я хотела бы сейчас перейти как раз к теме «Кто делает медиа, которые созданы брендами?» То есть всегда ли это журналисты, и какие это могут быть журналисты, с каким бэкграундом? Вот мы немного перед началом «Медиатока» пообщались с Екатериной, и Екатерина все-таки журналист, человек, который занимается контентом сайта, наполнением и вообще стратегии, я так понимаю, развития, да? Да, я журналист по образованию, начало карьеры, правда, моя началось, ну, с журналистикой имела немного общего, это была компания «Вебком», и работа с сайтами с самого начала, очень большая работа с сайтами, потом понемножечку переключалась на редакторскую работу, опять же, на сайтах, но журналистское образование помогало работать с авторами, ну, вот, с редактором именно, то есть, как бы тут такая большая смесь получилась и диджитала, и журналистского опыта, без него, на самом деле, было бы мне лично очень сложно взяться за проект, потому что для того, чтобы запустить, ну, запустить что-то в диджитале одного, ну, вот, запустить что-то контентное в диджитале, одного диджитала недостаточно. Нужно понимать, как работает редакция, по сути, потому что, ну, у нас есть редактор в штате, который работает с авторами, но мне, как руководителю проекта, нужно понимать, как это работает, чтобы грамотно выстраивать процесс, потому что, ну, то есть, авторы — это живые люди, это всегда может быть какой-нибудь срыв сроков. А сколько человек у вас работает? Наверное, всем интересно. Когда-то пару месяцев назад у нас, мы делали интервью с Андреем Гусаровым, и он тогда пытался предсказать, сколько же человек работает на проектном антаблог. Сейчас у нас конкретно проектовым антаблогом занимается восемь человек. Вот. А какие там опции есть? Журналисты, редакторы? В основном это журналисты. Редактор и я. Восемь человек? Восемь человек. Как часто у вас появляется новый? Нет, ну, нет, это приглашенные авторы, которые нам пишут статьи, собственно, на тему, которые мы… Ну, авторы постоянные. То есть, есть круг постоянных авторов, которые с нами работают. Просто это банковская структура, и у нас нету своей редакции как таковой. Поэтому, соответственно, не может быть штатных журналистов. Я прошу, если у вас появляются вопросы, поднимать руку. Реплики, да. Да, реплики, да, хорошо, спасибо. И давайте тогда передадим микрофон Антону, чтобы он задал свой вопрос к кому. Да, вот у меня вопрос к Екатерине. Вы говорите, что у вас восемь человек, в основном журналист, а СММ, продюсирование, продвижение этого контента занимается человек, так нет. СММ. СММ. У нас есть группы банка в социальных сетях. Это официальная группа банка, именно, а не МТ-блога. И мы блог представляем там. Я не отношу людей, которые занимаются СММ, к числу этих людей, потому что мы продвигаем его через соцсети банка. Есть команда псеошников, которые работают, но они работают, опять же, в рамках общей работы с банком. Поэтому, ну вот, именно проект МТ-блога это восемь человек. Да, пожалуйста. Когда Екатерина сказала про восемь человек, я думаю, все проснулись, и это вызвало большой интерес у меня тоже, и зависть тоже. Но у меня сразу возник вопрос. А у вас в отделе сколько, Вячеслав? У меня было в прыжке пять человек максимум, не больше. Да, так вот, я что хотел спросить. А вы как-то оцениваете, сколько человек вас читает, какая у вас аудитория, какова эффективность этих вложений, переходы на сайт и так далее? Ну, как вы измеряете успешность, либо неуспешность МТ-блога? Для того, чтобы вам было не так завидно, мы начинали вдвоем. Я и редактор, поэтому все придет. Но еще цели мы уже понимаем, что разные. Перед Вячеславом стоит цель монетизации. Эффективность, аналитика, конечно же. Мы проводим анализ, мы постоянно смотрим, кто эти люди, которые к нам приходят, откуда они к нам приходят. Пробуем разные каналы привлечения читателей. Под эффективностью... Что вы понимаете под эффективностью? Продажи. Какая у вас аудитория? Аудитория на данный момент у нас преимущественно женщины 25-35 лет. По-моему, это вообще основная аудитория всех медиа. Я вижу тех, кто хочет задать вопрос. Я единственное, что я прошу, если у вас вопрос конкретно по теме, которую мы прямо сейчас обсуждаем, то я прошу вас задавать вопросы. Если это немножко как-то плавает, будет время для вопросов дальше. Я прошу дать микрофон. Вы представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Валентин Лопан, агентство деловых связей. У меня вопрос, в принципе, ко всем спикерам, но, наверное, в большей степени к Екатерине, он состоит вот в чем. А почему все-таки вы предпочли создавать собственное некое медиа, пусть даже в интернете, а не сосредоточиться на работе с существующими традиционными медиа? В чем, собственно говоря, основа этого решения? Мода, тренд? Вопрос эффективности с нож остается. Вы же понимаете, что создать медиа – это большой труд и годы. И сколько это денег стоит, может… А есть уже раскрученные медиа, надо с ними взаимодействовать, помогать им с контентом. И пользоваться их аудиторией, может быть, даже более широкой, чем ваша. Поэтому вот меня больше всего интересует, почему бренды, как сегодня объявлено, компании, решаются на создание фактически собственных редакций, пускай даже там нештатные сотрудники, а не взаимодействуют с существующими, назовем их традиционными, медиа. Вот в чем вопрос, собственно. Отличный вопрос, большое спасибо. Давайте начнем на него отвечать. Я начну отвечать тогда, если позволите. Как минимум потому, что у уже существующих медиа есть своя редакционная политика. Есть своя редакционная политика, которой они следуют, и в соответствии с которой они выстраивают свою стратегию. Мы создаем свое медиа со своей редакционной политикой, со своей стратегией и делаем с этим что хотим. Если сегодня мы хотим говорить о кредитах, мы говорим о кредитах без оглядки на то, что сегодня в приоритете у других медиа, у редактора, у журналистов, которым мы могли бы, наверное, заплатить за то, чтобы они у себя разместили эту информацию. По сути, это самое главное. То есть это свой собственный инструмент. Мы не зависим ни от кого с этим инструментом, мы делаем исключительно то, что мы хотим сами. Ну, понятно, что иногда бывает, там, сейчас все еще идет период такой слегка экспериментационный, то есть мы продолжаем пробовать что-то новое, продолжаем пробовать искать какие-то новые инструменты воздействия, влияния и привлечения пользователей, но… Да, разумеется. Ну, у любого бизнеса должен быть еще имидж какой-то. Ну, собственно, вот это повышение финансовой грамотности, это в том числе и работа на имидж. Конечно, но давайте мы сейчас как бы не будем переходить в конкретную дискуссию, да, давайте дадим возможность другим спикерам также, кто хочет ответить на этот вопрос, высказаться на тему. Иван. Да, я начинал вначале, могу, может, повториться, зачем мы это делали, у нас была свободная ниша, нам не хватало ресурсов, то есть мы, во-первых, а, взаимодействуем со всеми, то есть я представляю пиар, поэтому мне проще отвечать на этот вопрос, а, б, мы увидели то, что ресурсов мало, то есть условно есть там 3-5 крупных, с которыми мы работаем, и, естественно, вот поддерживая все, что было сказано в качестве МТ-блога, мы создали свои подобные ресурсы только, но с другой тематикой, военно-исторической. И здесь скажу так, что эта ниша свободна, и даже приведу пример, наверное, года 3 назад в России была такая тенденция, что создавали новые медиа в надежде раскрутить их именно с милитарией темой, потому что там тема милитарией вообще патриотизма очень сильно развивается и до сих пор, и потом на этом зарабатывать, то есть продавать их там или еще как-нибудь, по-моему, этой редакции уже нет, этого ресурса, который к нам приходил, но у них были такие амбициозные планы. То есть мы делали практически то же самое, только внутри себя. И для нас это эффективный способ коммуникации как с нашими игроками, так и прежде всего с новой аудиторией, которая приходит на эти ресурсы. Спасибо. Ну я со своей стороны хочу, во-первых, начать с того, что я, да, я журналист и пришла из журналистики, и может быть во многом это определило и вот ту стратегию информационную, которую мы сейчас на зеленом портале ведем. Когда-то зеленый портал действительно больше ставку делал на то, чтобы размещать свои интересные для других аудиторий материалы на других ресурсах, действительно крупных, больших ресурсах, где мы могли достучаться до более широкой аудитории, чем у нас было. Но вот последний период его существования мы все-таки пришли к выводу, что мы во многом из-за того, что отдаем другим, теряем сами, и нам бы не хотелось этого делать. У нас есть амбиции определенные по развитию именно нашего медиа, и поэтому сейчас максимально мы стараемся сделать сами для себя в первую очередь. Где-то мы, конечно, подсказываем мысли, идеи для материалов для коллег из других изданий, но тем не менее делаем ставку на то, что мы делаем сами. Хороший, качественный, интересный медиапродукт, и мы видим оклик аудитории, и мы видим, как растет наша аудитория, и мы можем сказать с гордостью, что за последние буквально 9-10 месяцев наша аудитория достигла тех амбициозных показателей, которые мы ставили себе на март следующего года уже. И сейчас у нас есть 100 тысяч уникальных посетителей порталов в месяц. Это то, чего мы думали достичь в будущем, но уже есть сегодня. У нас есть очень неплохо развивающие социальные сети, да, как я уже говорила, и там 25 тысяч человек у нас уже есть, и мы будем продолжать их наращивать. Ну и все это показывает, что в принципе делать медиа на каких-то узкоспециальных темах, делать так, как мы хотим, с собственной редакционной политикой, с собственными какими-то взглядами и фокусами, это нормально, это естественно, и это имеет отклик аудитории. Ну, следующий этап для нас, это, да, действительно вопрос монетизации всего этого. Я хотела бы добавить, если кто-то не знает, Зелёный портал имеет сейчас свои отделения в регионах, в каждом, в каждой области. Не в каждой. У нас есть четыре, кроме Минска, нет. У нас Гродно, Брест, Витебск и Гомель. Там у нас, собственно говоря, у нас есть, почему мы портал, да, потому что есть центральная страница Зелёный портал, и есть Гомельский Зелёный портал, Витебский, Гродненский и Брестский. Да, у нас раньше было чуть лучше с ресурсами, мы могли себе позволить в каждой области отдельную редакцию. Сейчас мы переформатировались, и у нас всё-таки есть просто журналисты в каждом конкретном регионе, и один общий для них региональный редактор, который находится физически в Минске, но тем не менее постоянно в контакте с каждым из этих областей. Ну и, собственно, да, для них мы делаем свои отдельные контенты региональные. А связано ли было вот это вот решение делать региональный контент с, возможно, я предполагаю, с недостаточной развитостью медиарынка именно в регионах, именно онлайн? Скорее нет, чем да. Это решение было связано в первую очередь с тем, что у нас была большая региональная активность самой зелёной сети, и в каждом регионе было много активистов, и есть много организаций региональных, которые занимаются решением экологических проблем в регионах, и, безусловно, они хотели иметь представительство себя в интернете в первую очередь. Сейчас же, на момент, когда мы более медиа, чем информационный ресурс НГО, речь идёт о том, что просто для этих аудиторий в регионах очень мало такой информации, они не могут её найти в других условно-традиционных медиа их регионах. Именно поэтому мы занимаем эти медиа. То есть эти медиа информацию вы не брали, а вы, как бы, владея этим порталом, вы просто берёте информацию, которая вас интересует, должна быть. Но пока мы не ставили перед собой амбициозные цели стать медиа, другие медиа не брали такую информацию. Но сейчас мы понимаем, что наши конкуренты сейчас все. Потому что любой, абсолютно любой медиаресурс в стране может завтра быстрее, интереснее и лучше написать на, как мы считали, наши темы. И сейчас нам приходится конкурировать с очень многими ресурсами. Но, тем не менее, это ещё интереснее. Для нас это просто, ну, новая задача, новая возможность. Спасибо. А я хотела бы, да, пожалуйста. Да, в нашем случае всё просто. Как я сказал, телеканалы и контент в более широком смысле для нас бизнес. Поэтому, естественно, мы хотели бы развивать свой бизнес и не вкладываться в чужой. Ну, вероятно, знаете, что я родом из пиара, три года разговаривал пиара, делал в коме. Тогда мы, понятно, имея определённые ресурсы, мы задумывались о том, стоит ли создавать какое-то собственное медиа или нет. И пришли к выводу, что это нецелесообразно, это неэффективно. И мы выдавливали максимум из тех, которые уже известны и раскручены. Я думаю, это не секрет. Но в целом единственное медиа, которое мы развивали и вкладывались в это, это социальные медиа, социальные сети, которые в наше время, как мне кажется, имеют ресурс и потенциал временами не меньше, чем традиционные. Спасибо. Есть ли, может быть, какая-то история рассказать у Ивана о том, кто занимается вообще разработкой стратегии? То есть это журналисты, это пиар вашей компании? То есть журналисты имеют какое-то там отношение к этому? Да, имеют отношение. У нас редакция из нескольких, наверное, десятков человек. Я, к сожалению, не могу сказать точно, сколько там в штате и более подробно рассказать. Но то, что это профессионалы, и мы берем к себе журналистов, которые пишут на те темы, которые релеванты нашей аудитории, интересны им, это факт. Ну, соответственно, то есть работая над сайтом worldoftanks.ru, либо работая над варспотом или вархедом, есть такие вот ресурсы, о которых я говорю, именно милитарь направление. Мы используем по максимуму профессиональную силу наших коллег и вот редакция из нескольких десятков человек. А тема конкуренции вот интересно прозвучала. Понятно, что кто-то из медиа, например, видит конкуренцию. Мы провели опрос в Инстаграм. Стоит ли бояться медиа, которые созданы брендами? И ответы были такие, отвечали медиа, журналисты отвечали. 87% не боятся конкуренции, 13% боятся конкуренции. Мне интересно сейчас узнать, давайте вот начнем по порядку. Иван, вы кого считаете своими конкурентами из медиа? Мы немного поговорили, что да, есть у нас вояр или еще что-то, но я так понимаю, конкуренции вы для себя не видите. Знаете, сегодня как раз был такой кейс, обсуждали, где должна информация выходить изначально. Ну, прежде всего, давать ли эксклюзив медиа, или она должна выйти на портале. Вот мы там схлестнулись немножко в этом обсуждении. Ну, я как пиар говорю, конечно, мы должны сделать что-то интересное с ресурсом, который, ну, какой-то эксклюзив дайте им заранее, а коллеги говорят, нет, наша аудитория должна увидеть первыми. То есть, возможно, этот вопрос каждый для себя решает сам, и, соответственно, все зависит от конкретной ситуации. От эксклюзива. От эксклюзива, да, насколько это важное событие, ну, и насколько все-таки оно важно для бренда, на какую аудиторию ориентирована. То есть, здесь очень много условностей. Так, еще про конкуренцию. Кто хотел бы ответить? Я бы хотела, чтобы ответила Екатерина, Енина и Вячеслав. Ну, у нас есть небольшое преимущество в том, что мы, например, не размещаем у себя новости. У нас исключительно вот плунгриды и сайты вроде Майфина или Инфобанка, они, в общем-то, ну, то есть это не совсем их формат, так скажем. Хотя вот эти два портала, пожалуй, наверное, единственные, которых я могла бы назвать условно конкурентами, но, опять же, условно, потому что кто-то из них ориентирован на бизнес, кто-то из них ориентирован на частных лиц, но скорее вот в плане новостной информации. У нас же информация экспертная, выходит она нечасто, но это, ну, скажем так, экспертная оценка. Мнение банка, мнение сотрудников банка, мнение людей, которые разбираются в теме. Понятно, это не истина в последней инстанции, но повод для размышлений. Мы, в принципе, изначально не ставили себе целью конкурировать с какими-то средствами массовой информации, просто, ну, просто вот создали инструмент, в котором можно было бы рассказывать о том, о чем мы хотели бы рассказать. А есть ли у вас какие-то совместные проекты с медиа? Думаете ли вы об этом? Думать мы об этом думаем, но пока совместных проектов нет. У нас, ну, опять же, да, вот коллеги, мои коллеги-маркетологи тоже иногда бывают недовольны тем, что я у себя в блоге, ну, условно, у себя в блоге придерживаю какую-то информацию, которая могла бы быть им полезна на других ресурсах. Но это вот то, про что говорил Иван. Но у вас есть право, скажем так, решения. Зависит от ситуации. Ясно. Вот как раз-таки про примеры сотрудничества. Очень интересный у нас сейчас был кейс в этом году. К 9 мая мы суммировали всю информацию, которую там за последние 3-4 года выдавали на своих медиа. И оказалось очень много интересного, качественного контента. Наша аудитория с ним знакома, а вот у других медиа, возможно, такого контента нет. Нужно потратить время, чтобы его собрать, сходить, не знаю, как минимум в библиотеку или википедию, а как максимум посетить не один десяток архивных стеллажей, наверное, чтобы узнать это. И, собственно, в этом году мы предложили ряд медиа использовать этот контент совершенно бесплатно своей аудитории. И получили достаточно неплохой отклик от них. То есть 3 топовых гейминговых медиа забрали это. Несмотря на то, что чаще всего они пишут про игры, но события предполагали интерес к информационному поводу и желание использовать уже наработанные нами материалы и хорошо отработанные. И, например, в Беларуси аргументы и факты взяли. Им спасибо огромное. Ну, то есть они создали спецпроект 9 мая, взяли эту информацию. А в России, например, Фонтанка. Тоже достаточно хорошее издание. Гришин был в восторге от этого контента. То есть это такой симбиоз, когда ты вроде уже тему отработал. Она очень классная. Повторять ее для своей аудитории, наверное, уже не стоит по второму разу. Но есть те ресурсы, которым будет интересно ее использовать. Про конкуренцию еще. Вячеслав, у вас еще, я так понимаю, стратегия готовится, еще про конкуренцию сложно что-то говорить? Да, мне кажется, пока рано, потому что пока ты не на рынке, то у тебя есть только партнеры, а не конкуренты. Тем более, что, говоря о государственных и частных телеканалах, они потенциально могут быть поставщиками как креативных идей, так и кадров, чего греха отойти. Но у нас, кроме идей, есть и вполне осязаемые продукты, такие как OTT-сервис ВОКО, который имеет своих конкурентов. И тут я могу открыто сказать, тем более, что прозвучит красиво. В ВОКО есть конкуренты. Например, Netflix или Amazon или Hulu. То есть оттуда вы не будете брать сериалы? Что, кадры? Контент? Нет, ну, мы уже партнерствуем с некоторыми из них. Если вы откроете сервис ВОКО, там есть онлайн-кинотеатры, такие как и медиатека, с которыми мы недавно делали большой партнерский проект «Велком Синема», который назывался «Ночь дегустации сериалов». И это пример того, как бренды могут не конкурировать, а сотрудничать. Это тоже вполне возможно, и это выгодно для обоих. Есть комментарии от Антона. Я сейчас прошу тогда дать ему микрофон. Да. Если мы говорим о том, чего боятся медиа и про конкуренцию, давайте разделять конкуренцию на рынке аудитории и конкуренция на рынке рекламы. Если про аудиторию это еще постольку поскольку, вот если мы говорим про МТБ банк, если МТБ блог, если мы говорим про Wargaming, с ВОКОМ тут немножко по-другому, то конкуренция на рынке рекламы – это просто выход брендов в медиа, грозит тем, что бренды будут вкладывать ресурсы не в традиционные, скажем так, медиа, в рекламу, а в социальные сети. И таким образом, возможно, создается ситуация, когда медиа еще больше начинает конкурировать с социальными сетями, через которые продвигаются бренды. Это конкуренция за рекламные ресурсы. И вообще конкуренция – это полка о двух концах, потому что, опять же, если традиционно медиа уходит меньше денег, то, с другой стороны, конкуренция – это как реклама, двигатель прогресса. И такой вот вопрос, что развивает, будет ли развивать выход брендов в медиа, вот такую конкуренцию, которая положительно действительно скажется на пользователях, это вопрос, конечно, открытый. У нас сейчас идет, мы сейчас говорим о тенденции, о том, что бренды создают медиа. Возникала ли идея того, что бренд может поддержать какое-то существующее медиа, которое бы помогло развить его рыночный сектор, помогло бы правильно расставить акценты на рынке для этой аудитории? То есть имеется в виду, возможно, войти даже как инвестор отчасти. Кто хочет ответить? У меня была такая идея в свое время, еще когда я работал пиар-менеджером Белком, мы ее рассматривали весьма активно, она немножко из другой сферы. Мне хотелось поддержать онлайн-журнал «Имена». Это социальная тема, мы долго с ними разговаривали, вели переговоры, в конце концов отказались от этой идеи, просто потому что, наверное, они хотели и хотят быть независимыми, независимыми и crowdfunded, но тем не менее такая идея была не для того, чтобы занять некую нишу на рынке, не для того, чтобы зарабатывать с этого деньги тогда, но для того, чтобы поддержать хорошее начинание. Спасибо. Были, может быть, какие-то наших спикеров также опыты в этом или мысли, или идеи? Кого бы хотели, может быть, видеть? Я добавлю, что, наверное, любая большая или не очень компания хотела бы поддержать медиа, но есть причины, которые этому, наверное, как бы не позволяют реализовать этот проект, в том числе вот «Имена» тоже хороший пример. Ну, на этом я, наверное, закончу. То есть эта мысль, она появляется часто, и хочется, ну, потому что мы находимся с другой стороны, особенно когда команда пиара работает, хочется что-то рассказать, показать, помочь. Купить уже эти медиа, чтобы уже рассказать, что хочешь. Купить, наверное, нет, лучше создать свое все-таки с нуля и по понятным причинам. Но советы, они все равно периодически где-то, наверное, могут проявляться, потому что с медиой пересекаешься, варишься в одном медиаполе, и очень приятно потом иногда видеть то, что тебе посоветовали что-то, ты реализовал, и ты, соответственно, отдал в это медиа. То есть иногда совет дороже денег, я хотел сказать, наверное, вот это вот. Спасибо. Я тогда для вас уточняю еще вопрос касательно этой темы. Если будет какой-то медиа-стартап, у которого не будет начального капитала, они к вам придут и скажут, вот у нас есть такие условия, мы хотим сохранить свою редакционную политику, но давайте говорить как бы о проблемных местах открыто. Но мы просим вот вашей поддержки, да, мы будем писать про вашу тему, мы заинтересованы в таком сотрудничестве. Что вы ответите? Это обычно называется реклама, вот то, что вы сейчас сказали. Нет, я еще не про рекламу, а про инвестиции. Но это инвестиции только через рекламу. То есть вы видите только такой путь? Нет, это логичный путь, который все реализуют, наверное. Может быть, здесь у меня не хватает каких-то широких познаний в этой сфере, поэтому я задаю тебе вопрос. Ну, не знаю, то, что я услышал в вашем вопросе, ну, в смысле, самый банальный и простой ответ – это все-таки инвестиции через рекламу. То есть развивается ресурс за счет того, что у него есть на это ресурсы, да, ну, именно финансовые. Соответственно, если тебе интересна их аудитория, ну, как бы это ни было, если ты не можешь создать свой ресурс, мы сейчас, наверное, больше об этом говорим, и ты заинтересован в их аудитории, естественно, ты будешь в него инвестировать. Это может быть, ну, наверное, самая банальная – это реклама, самая понятная. И ресурс будет доволен, и ты никак не влияешь на редакционную политику, если ты покупаешь баннеры или брендирование. Вопрос в другом, что если ты попытаешься там повлиять на редакционную политику, наверное, они останутся недовольны тоже. У нас… да, отвечайте. Отвечаю. Если ко мне придет такой стартап, я вам скажу, покажите ваш бизнес-план. Детализировано на пять лет вперед. Покажут, мне понравится, куплю. Все. У нас есть… поднимите, пожалуйста, еще раз руки, кто. Сейчас Анатолий задает вопрос, потом вот, и потом вы, да? Ну, Анатолий, журналист. Хотел просто уточнить, чтобы мы в понятиях не путались, поэтому спрашиваю, как вы сами оцениваете свои медиа. Это средства массовой информации или средства массовой коммуникации? Это первое уточнение. Второе в связи с этим. Ну, вот вы ставите, как я понял, задачи продвижения брендов. Ну, вот Слава говорит, что в Волком-канале он зарабатывать деньги будет когда-то, да, гипотетически. Ну, продвижение брендов – это задача главная сейчас? Или все-таки вы ставите задачи влияния и формирование какого-то общественного мнения? И третье, как бы, такая, ну, то, что ли, ремарка или как-то… А для чего вам это все? Для чего вы приходите со своими деньгами на рынок медиа? И, ну, с одной стороны, вы хороните СМИ, да? Неучастием в СМИ-проектах. С другой стороны, вы говорите о каких-то высоких материях. Вот я, например, прогнозирую на 5 лет вперед или на 10. Вот если такие люди появятся еще больше, да, которые будут, ну, там, в медиа вкладывать, как вы говорите, и не поддерживать СМИ, что будет дальше? Какая ваша социальная ответственность в этой связи? Мне очень интересно просто. Забросали вопросами. Ну, вот, короче, еще раз. Да. Можно я первый отвечу? Я сразу два, два, ну, вот варианты ответов. Первый вопрос, второй, первый, второй. Второй, а третий, это вот нью-медиа, опять-таки, в который мы идем, коллеги, надеюсь, согласятся, соцсети, ютуберы. Более индивидуальный подход, да, сейчас нет проблемы найти человека, либо канал, который тебе нравится. Канал коммуникации сколько угодно, многое, там, не знаю, и в Телеграме подписываясь на что угодно. И вот про Тинькова мы сегодня приводили пример. Я подписан, хоть получая новости из России, но в плане, как у них живет банковская система, мне просто очень нравится форм-фактор контента, как они его предоставляют. И, например, вот, если у меня будет приходить рассылка от МТ-блога, я буду тоже очень рад. Я не знаю, как на нее подписаться. Я думаю, это не проблема, да. Я узнаю теперь. Да, но это интересно, это круто. И не обязательно идти смотреть новости, я не знаю, по телевидению, либо идти на онлайнер тут-бай. А если... Да, первое и второе, это были твои варианты, вот, первое и второе, вот, сразу второе и второе. А давайте проговорим все-таки, потому что мы у нас не такая хорошая. Тогда давайте повторим вопрос, и я соглашусь с ними. То есть средства массовой коммуникации? Да. То есть это средства массовой коммуникации? И продвижение бренда. И продвижение бренда, да. Мне кажется, что средства массовой информации умирают, если еще не умерли, да. То есть вот средства массовой коммуникации – это то, что мы, и то, что зачем будущее. В одностороннем порядке просто втюхивать кому-то что-то – бесполезное, глупое занятие сейчас. Мы разговариваем с своей аудиторией, мы прислушаемся к ней, мы слушаем, что она нам говорит, где она нас критикует, что она нам предлагает. Мы часто используем вот то, что называется краудсорсингом, когда люди нам предлагают темы, предлагают себя в качестве экспертов и выступают ими у нас. Потому что мы понимаем, что тогда это как раз получается тот самый эмоциональный отклик, который и дальше нам гарантирует, что следующие наши материалы будут так же интересны людям, потому что они сами вложились. Три тысячи в день чего? Вы сказали, что сто тысяч у вас просмотров есть. Да, четыре с половиной где-то, да, четыре с половиной в день тысяч людей у нас просмотров, да, в день у нас есть то, что нам дают. Да, ну, то есть это, много это или мало, ну, с амбициями мало, хочется больше, мы над этим работаем, да, но тем не менее, я имею в виду, что, ну, мы коммуницируем постоянно, и мы хотим коммуницировать по всем возможным каналам с этими людьми. Да, для нас важно продвижение бренда, но точно так же важно и продвижение наших ценностей. Другое дело, в какую форму мы сейчас их облачаем, для чего мы это делаем и как. И поэтому, когда коллеги говорят, там, к примеру, у МТ-блога, ну, как бы нет конкурентов у нас, да, я сразу для себя думаю, хм, точно нет. Потому что, ну, как минимум на понедельничные редакционные планерки мы можем накидать, ну, я думаю, как минимум 5-6 тем на ближайший месяц, который будет очень сильно пересекаться с вот тем, что делает МТ-блог. Екатерина, я вас поздравляю, вы обрели конкурента. Нет, то есть конкуренты есть везде, то есть их не может не быть просто-напросто. Любой ресурс, который пишет на любую тему, другой, любой ресурс, который, кажется, не пересекается с ним, деньги, зеленые, там, технологии, либо варгейминг, мы завтра сядем на планерки, и я уверена, что мы найдем эти пересечения и сделаем классные, интересные проекты. Поэтому тут, может быть, не о конкурентах речь, тут, может, о том, что надо иногда и партнериться с друг с дружкой и находить эти возможности и новые взгляды. Собственно, чем мы и занимаемся зелеными портали последние вот 9-10 месяцев, это мы находим зеленые темы на стыке совершенно других тем, и вот в этом контексте преподносим информацию для того, чтобы расширить свои аудитории. Началась Олимпиада, не вопрос, мы сделаем текст про зеленые технологии на Олимпиаде, к нам придут мужчины, которые почитают про спорт и про зеленые технологии. Они приходят, нет, они приходят, женщины приходят совсем на другие темы, да, на какие-то абсолютно чисто женские, на то, как рожают детей и так далее, но мы находим там наши ценности и через вот эти темы продвигаем наши ценности. Вот как-то так. Дай Бог памяти. Анатолий, из последнего вопроса. Про социальную ответственность. Ни разу не пострадает наша социальная ответственность. Это два совершенно параллельных, не пресекающихся потока. Есть проекты, которые по-прежнему будут развиваться, так же, как и мы, как компания, будем тратить те же деньги, а может больше, я надеюсь, если кризис не грянет на рекламу в медиа, на статьи, на публикации в медиа. И никоим образом мы не посягаем на медиарынок, потому что медиарынок у нас недоразвит. Ну, давайте называть вещи своими именами. Есть большой-большой простор для, ну, почему мы идем в эту тему, для того, чтобы наполнять его. Посмотрите на соседей даже, на Россию, на Украину, не говоря уже про Западную Европу или США. Ну, там на порядок больше медиа, и всем хватает места, они развивают креативность и имеют свой, ну, какой-то сегмент. Поэтому, когда Вилком, например, построил солнечную электростанцию, не значит, что телефоны перестали работать. Ну, вот если я ответил на этот вопрос, то буду рад. Коммуникация. В первую очередь образование, во вторую очередь повышение лояльности к бренду. И, в общем-то, да, я вот соглашусь с зеленым порталом, мы на самом деле тоже очень стараемся искать темы на стыке. Например, там, вот одна из статей, которые вот лично я очень сильно люблю, сколько стоит завести кошку или собаку. Да, вот у нас было сравнение. Одна из последних. Ну, относительно последних. Редактор задумался о том, чтобы завести собаку, и встал в вопрос, действительно, ну, то есть, вот, во сколько это может обойтись? Казалось бы, ситуация, о которой мало кто, в принципе, задумывается. И мы выясняем опытным путем, что, оказывается, содержание собаки стоит в несколько раз больше, чем содержание кошки. Опачки. Потому что собака небольшая. И мы, ну, как я уже говорила, мы не стремились с самого начала быть конкурентами кому-либо. Мы стараемся дать экспертное мнение. Просто экспертное мнение. Есть еще такое вот... Да, секунду, сейчас у вас будет следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, я прошу всех спикеров ответить на этот вопрос. Насколько ваше, там, скажем, руководство компании, насколько вмешивается в контент, в то, что вы должны делать, не должны? Какова ваша независимость внутри бренда, как медиа? Руководство банка не вмешивается. Абсолютно. Это проект маркетинга и... А маркетинг? Так, я маркетинг, ну, я часть маркетинговой команды МТБанка. МТБлок в том числе, часть маркетинговой команды МТБанка. Спасибо, вы ответили на мой вопрос. Ну, я могу пока только предсказывать, будет оно вмешиваться или нет. Надеются просто, да. Мое мнение, что так или иначе будут элайниться и согласовываться с основными стратегическими моментами развития медиа, но в конкретный контент или редакционную политику, я полагаю, руководство компании вмешиваться не будет, у них есть гораздо более важное дело. Спасибо. Да, надеетесь. Это хорошая штука. Что касается нас, то... Да, руководство не вмешивается, но это не значит, что нет предложений, нет замечаний, нет пожеланий. Они есть, были и будут. Это нужно понимать и принимать. Где-то отстаивать свое видение, где-то мы идем, ну, скажем, на компромиссы, да. Потому что, развиваясь в сторону медиа, мы все-таки, да, в том числе и отстаиваем свою независимую редакционную политику. А в то же время, поскольку создавался «Зеленый портал» как информационный ресурс, можно сказать, в сети НГО, то, соответственно, каждый из этих НГО считает портал своим и считает возможным предлагать, дискутировать и где-то, может быть, даже немножко требовать. Да, это сложный процесс в коммуникации внутри, но, тем не менее, пока нам удается сглаживать острые углы и предлагать варианты решения тех проблем, которые у нас иногда состоят. И чаще всего они в сторону интересных спецпроектов, которые мы можем предложить для тех людей, которые входят в нашу «Зеленую сеть». Иван, а как у вас? Мне сейчас сложно ответить на этот вопрос, потому что, наверное, лучше бы ответил редактор. Но, насколько я знаю из общения с коллегами, что у нас вмешивается аналитика и информационные поводы. То есть, хорошо зашли статьи, классно, продолжаем. Есть классные информационные поводы, выдаем. Ну, вот, собственно, в таком ключе мы и работаем. Руководство, я думаю, придерживается той позиции, что только, наверное, если какие-то проблемные моменты возникают, тогда вмешиваются. То есть, у нас настолько уже отважная система, что, наверное, давно такого уже не было, каких-то вопросов, проблем. Спасибо. Мы переходим дальше к вопросам. Представьтесь, пожалуйста. Спасибо. Меня зовут Дмитрий Гребенников, блогер. У меня вопрос к Янине. Вот, скажите, вот ваш «Зеленый портал», наверное, на первых порах был действительно портал, который, наверное, не зарабатывал больших денег. А где вы брали финансирование на его развитие? Вот, как бы, это, наверное, интересует многих, как бы, начинающих. Вот как? Потому что, я знаю, вот здесь сидят представители крупных компаний, и там есть деньги. А где деньги у вас? Общество «Зеленых» или откуда вы брали финансы? Хороший вопрос. Где деньги, Билли? Да, товарищество «Зеленая сеть» основано как сеть НГО. Понятно, что некоммерческие организации не зарабатывают деньги, но, тем не менее, у нас есть возможность фандрайзить, благодаря тому, что наш учредитель – это литовская «Зеленая сеть», и с их помощью мы имеем возможность фандрайзить, в том числе и на деятельность «Зеленого портала». Да, сейчас это не самое лучшее условие для таких вещей. Именно поэтому сейчас мы, в том числе, и думаем про возможность монетизации, про возможность партнерских отношений с коммерческими структурами, ну и, собственно, про все те возможности, которые есть, которые сложно реализуемы, но, тем не менее, есть у любого медиа в Беларуси. Спасибо. И второй вопрос, Вячеслава. Вот, допустим, если к вам придет блогер или человек, который хочет создать медиа с хорошим бизнес-планом, но как в бизнес-плане просчитать риски этого проекта, просчитать финансовый выход? Это же все настолько эфемерные вещи, казалось бы. Ну, если вы не можете этого просчитать и не считаете себя профессионалом в этой сфере, это может лучше чем-то другим заняться для начала. Ну, то есть, мне кажется, что любой бизнес, в том числе и контентный бизнес, и медиа-бизнес, он требует, ну, помимо креативных идей и рвений, и энергии, он требует знаний, он требует знаний рынка, и понятно, что… Ну, мы же слышали здесь, что здесь мы не можем рассматривать, наверное, наших коллег как чистейший бизнес. Это все-таки бизнес, который в себе содержит значительную социальную составляющую. В нашем случае это по-другому, поэтому несомненно, что риски, они оцениваются, да? Ну, если есть идеи, приходите, поговорим. Я хотела бы сейчас перейти как раз… Спасибо, вы натолкнули на мысль. У нас сегодня спикеры достаточно разные, как вы понимаете, крупные компании совершенно с разными целями, задачами, миссиями. Но у меня есть вопрос. Вот вы все такие уже как бы заявившие о себе. А что делать маленькому бизнесу, который не может основать свои медиа, но все-таки хочет заявить о себе? То есть есть ли у вас какие-то, не знаю, небольшие советы? Вот я прошу спикеров взять слово, у кого есть хотя бы что-то сказать. Какому бизнесу можно выточнить? Любому бизнесу, да. Любому. Слушайте, ну мне кажется, все довольно просто. Хотите заявить о себе, заявите о себе. Ну, блин, есть социальные сети, есть возможность сделать какие-то стартовые страницы в интернете, использовать довольно открытые ресурсы, типа тильды. Сделайте себе страницу, напишите о том, какие вы крутые, расскажите об этом своим друзьям, попросите поделиться с другими друзьями и так далее, и так далее. Ну и в конце концов сделайте что-нибудь. То есть у вас есть какая-то продукция, если ее кто-то купит и расскажет другому, ну, прекрасно, и дальше как-то пойдет. Ну, то есть вот просто так, я не знаю, мне кажется, что, может, у меня такого нет, и нет такой уверенности в себе, но вряд ли я так вот с порога бы пришла в компанию Волком и сказала, я маленький несчастный бизнес, у меня еще ничего нет, давайте тут раскрутите меня. Ну, нет, начните, просто начните это делать. Тем более, что социальные сети сейчас, возможности позволяют делать, ну, блин, вообще без копейки вложенной довольно хорошие, интересные вещи раскрутить. А если у вас еще 10 долларов на рекламу есть в месяц? На самом деле, я не просто так задаю этот вопрос, потому что пресс-клуб – это площадка, во-первых, конечно, для журналистского сообщества, но у нас разрастает наша аудитория, и вот, в частности, небольшой маленький бизнес, он тоже интересуется, а что ему делать, да, и вот ему хочется узнать какие-то из первых уст вообще какие-то советы, потому что мы, как журналисты, мы знаем, что делать, но они, как бизнес, они не знают, что им делать. У меня есть идея. Это еще одна идея для нашего бизнеса. Мы открываем курсы, пусть маленький бизнес от вас приходит к нам, и мы им все расскажем за небольшую денежку. В конце у нас тоже будет анонс маленьких курсов. Иван, у вас была реплика, да? Да, моя реплика была про 10 долларов. Вот можно инвестировать 10 долларов в эти курсы. Я полностью согласен с коллегами, и сталкивался с маленькими бизнесами тоже, и, знаете, есть разные умные выражения, там, осилит дорогу идущей, и главное, собственно, начать. Начать, сформировать какой-то медиаплан, понять, какие ваши USP, и, собственно, рассказывать это ближайшему окружению, полностью согласен, и попробовать написать а-ля пресс-релиз, в котором вот явно и миссия появится, и понимание того, чем этот бизнес занимается, и чем вы отличаетесь от конкурентов, и почему журналистам, опять-таки, должно быть интересно. Ну, и здесь уже вы, как журналист, все понимаете сами. Да, хорошо. Есть еще какие-то дополнения, Екатерина, реплики? В МТБлоге есть рубрика «Бизнес в стиле Флекс», где, в том числе, корпоративные клиенты банка делятся своими историями успеха, так скажем, то есть они рассказывают, с чего начиналась их компания. И все эти компании начинаются с того, что кто-то не побоялся и начал делать. Как говорил мастер Йода, не пробуй, делай. Ну, собственно, все нужно делать, потому что мы с тем же проектом МТБлога, мы очень долго вынашивали эту идею, пока не рискнули начать, например. Несмотря на то, что мы крупный бизнес. А что было последней каплей? Сейчас я, боюсь, не вспомню, но почему-то вот мой внутренний голос подсказывает мне, что у нас как раз вышло пару очень удачно набравших, набравших удачное количество просмотров на Дубае статей рекламных, и мы поняли, что, собственно, контент король. Спасибо. Я сейчас предлагаю немножечко сменить картинку, посмотреть один ролик, который записала для нас Оксана Силантьева. Это консультант по маркетингу и менеджменту проектов, связанных с новыми медиа. Она разобрала для нас кейс. Это сайт Red Bull. Это медиахолдинг, который, ну, вы знаете, что это такое, который делает замечательные медиа. Здравствуйте. Сегодня я хочу вам показать очень интересный кейс, очень интересный сайт. Хорошо, качественно сделан, и вы можете видеть, что этот сайт посвящен явно спорту, скорее экстремальным видам спорта. И все классические элементы математического портала мы здесь видим. У нас будут различные интервью, где мы видим рассказы о спортсменах, об атлетах, рекомендации по конкретному виду спорта. Мы видим здесь обзоры, которые часто встречаются, конечно же, на сайтах, посвященных той или иной тематике. Обзоры – это прекрасный формат. Давайте посмотрим, что здесь популярное для посетителей этого портала. Это у нас книга рекордов Гиннеса. Людям очень нравится про всякие рекорды говорить. Вот полезности, пожалуйста. Полезности на сайтах очень востребованы, их хорошо расшаривают. Ну и, естественно, здоровый образ жизни. У нас часто сочетается с едой, поэтому материалы, посвященные еде, конечно, будут популярны. Многости. Вот у нас есть что-то там про Доту, Инстаграм. То есть вполне такой качественный, хороший тематический портал, посвященный каким-то видам спорта. Все это прекрасно до тех пор, пока мы не обратим внимание на URL, на адрес этого сайта. И это, собственно, сайт Red Bull. Как бы поступили наши классические владельцы брендов? Они бы, конечно же, свой сайт посвятили бы себе любимым. Они бы рассказали о своем производстве, о своем напитке. Конечно, были бы какие-нибудь видео, где, возможно, знаменитости или какие-то лидеры мнений с этим напитком фотографируются и снимаются в видеоролике. Но Red Bull выбрал именно ту стратегию, которая, вообще, в принципе, всю коммуникационную стратегию маркетинговую, они выбрали ту, которая эффективно работает с аудиторией именно в медиапространстве. В медиапространстве важно не стоять на табуретке и не рассказывать, что вот мы такие замечательные, вот у нас есть напиток. В медиапространстве важно создавать контент, который интересен аудитории. То есть аудитории интересна мода, интересна уличная культура, интересны технологии, различные виды спорта. То есть вот это все аудитории интересно. И бренд в данном случае, он создает контент, который этой аудитории нужен и востребован. И рядом ставит свой логотип. Не впереди, не вот мы такие замечательные, суперские. Они все это организуют, они создают редакцию, они создают команды, которые организуют все эти ивенты, и, естественно, создают медиа след по результатам этих ивентов. Практикует бренд активно плейсмент и создание и проведение различных спортивных событий. То есть с точки зрения коммуникационной стратегии, с точки зрения присутствия, вот в данном случае на сайте, бренд не выпячивает себя. Посмотрите, самое главное это люди, самое главное это вызовы, и самое главное это те, за кем пойдет целевая аудитория, те ролевые модели, те образы, которые соотносятся с позиционированием бренда. Рэдбул, вообще сайт Рэдбула показывают как классический пример, когда бренд осознал, что надо перестать в медиа мире стоять на табуретке, а создавать тот контент, который будет и ради контента, который будет приманивать аудиторию. И, собственно, ничего не мешает брендировать этот контент. Многие сейчас бренды, крупные особенно, в эту сторону идут. Проблема чаще всего заключается в том, что они не связывают маркетинговую стратегию с коммуникационной. Очень часто маркетологи и контентщики работают в разных командах, с разными приоритетами, и это очень сильно заметно, когда контент создается по одним законам, а продвижение по другим. Поэтому посмотрите, посмотрите, насколько вы смелы, достаточно ли ваш бренд смел, чтобы признать, что людям интересны события, людям интересны другие люди. Людям интересен контент и какие-то ролевые модели, какие-то образы, а не то, что вы создаете, не то, что вы продаете, не тот завод и не та мастерская, которую вы собираетесь рекламировать. Ну, собственно, вот разница между подходом бренда к выстроенной коммуникационной стратегии, то, о чем мы будем говорить на курсе по выстроению медиа-стратегии в Минске в начале июня. Ну вот, такой ролик, и сейчас как раз я воспользуюсь ситуацией, чтобы сказать, что Оксана Силантьева приедет в Минск. 5 июня мы вас приглашаем на ее лекцию, она будет бесплатная, она будет на тему мультимедийного сторителлинга. 6 июня состоится воркшоп по мультимедийному сторителлингу, он будет как раз полезен и для пиар, да, Юлия у нас и занимается этим, может быть, что-то добавишь или поправишь. И билеты на этот воркшоп уже в продаже, вся информация есть на нашем сайте. И 7 июня будет трехдневный, с 7 по 9 июня трехдневный практикум, он будет называться «Как сделать медийную стратегию бренда эффективной». Билеты также есть в продаже, они стоят смешные деньги на самом деле. Мы специально сделали сегодня медиаток максимально, я надеюсь, полезным для медиа, которые представлены брендами, а также для медиа, которые, возможно, думают сотрудничать с этими медиа. И я надеюсь, что все-таки мы сегодня выведем какие-то такие маленькие ключевые моменты, которые были всем полезны, и, наверное, все согласятся. И что самое главное, это медиа должны, конечно, понять, во-первых, для чего они делают, что делают, все зависит от цели и задачи. Нужна монетизация, не нужна монетизация. Какова задача? Развлечение, это образование. Но одно другому не мешает. И, как говорила и Нина, конечно, обращайте внимание особо на каналы распространения, вообще информации, не пренебрегайте и социальными сетями, и всем остальным, это уже все знают. Но если есть смелость делать свое медиа, то, конечно, нужно к этому и подготовиться, и собрать, наверное, профессиональную команду для того, чтобы бросаться в бой, и что-то обязательно послужит какой-то последней каплей для того, чтобы решиться это делать. Ну а насколько от этого будет выигрывать национальный контент, белорусский, да, и мы, я надеюсь, увидим в ближайшем каком-то будущем. Вот, и я предлагаю нашим спикерам, может быть, если есть какие-то недосказанные вопросы друг к другу, да, взять слово или прокомментировать, возможно, не знаю, ролик Оксаны Силантьевой. Можно мне вопрос знаком с сайтом? В целом я совсем согласна, что сказали. У меня был вопрос или к коллегам, или к аудитории. Red Bull по понятным, наверное, я полагаю, причинам занимается именно, ну, у него такая контентная, такой способ продвижения своего продукта. Почему не занимается таким Nike или Adidas? Вот, или другие крупные компании? Вот у меня такой вопрос. Ну, если посмотреть историю этого бренда, я перед медиатоком почитала, кто это делал и почему, то, наверное, тут, в общем-то, станет понятным. Тут все идет от конкретных людей, от того, что у них в голове, насколько они понимают и осознают вот эту вот необходимость продвигать идею, а не продукт. А потом уже люди идут, получается, за продуктом. Я, может, еще раз вопрос повторю. Ну, то есть, на мой взгляд, крупные бренды такие типа Nike и Adidas, мы вот как бы часто их видим, это модные бренды, да, мы их носим, но у них стратегия совершенно иная. То есть, при этом они поддерживают какие-то и фэшн-показы, и экстремальные виды спорта, и любые другие, в принципе, виды спорта. Но они не создают такую медиаплощадку. Ну, может быть, им это не нужно? Ваня, я не знаю насчет Nike и Adidas, я могу прокомментировать, почему Велком не создает такую медиаплощадку. И в целом, мне было бы любопытно взглянуть на их сайт, сайт Red Bull 10 лет назад, например, да, или 15 лет назад. Да, вот, даже два года. Как известно, на сайте Apple не написано, что это Apple. Они могут себе позволить. Red Bull может себе это позволить. Их продукт известен, это абсолютный глобальный бренд, который известен всем. Им не нужно говорить о том, что они производят, причем, как я понимаю, более или менее униноминальный. То есть их продукция, она, ну, это энергетики, да, им не нужно продавать разные тарифы, им не нужно продавать телефоны или кроссовки разных моделей и названий. Поэтому, ну, до этого просто нужно дойти. Когда бренд будет стоить 10 миллиардов долларов, то, наверное, к этому можно уже постепенно подходить. Ну, для этого, естественно, это может быть не стоит. Мы всегда протяжены, занимаемся, мы всегда беремые капитаны, беды. Пусть можно, пожалуйста, пошло, делайте так. Я бы здесь добавил, что большинство энергетиков делают точно так же, как Red Bull. То есть они делают, ну, единственное, что у них нет такого медиахаба. Ну, да, они были первыми, но все остальные делают точно так же. Молодцы. Давайте Антону дадим слово. У меня вопрос к представителям коммерческих бизнесов. Запуская свои медиа, вы начали меньше денег отдавать в рекламу традиционным медиа в кавычках? Не грозит ли то, что у каждого белорусского бизнеса, в том числе самого маленького, появится свое медиа, то традиционные просто умрут от недостатка рекламодателей, которым уже не будут они нужны. Я, честно говоря, не занимаюсь маркетингом, в плане не закупая рекламу, сложно сказать, но, скорее всего, нет. Ну, то есть, мне кажется, наша позиция такая, что, ну, и то, что я сегодня обозначал, что мы, создавая свои медиа, ну, по понятным причинам мы, скорее, закрывали нишу, и просто там недостаток был, при этом продолжаем инвестировать в те медиа, которые нам, ну, что главное для любого продукта, это трафик, условно, который потом переводится там, либо того, кто приобрел продукт, воспользовался услугой, либо нет, либо узнал там, то есть, бренд awareness повысил. Свои медиа, наверное, в ближайшее время не будут полностью решать этой задачи, поэтому, мне кажется, рынок рекламный должен быть, наверное, пока в ближайшее время спокоен. Пока, да. Единственное, что распределение, наверное, бюджетов, оно, конечно, влияет. Чем шире рынок, тем больше вариантов достучаться до нужной тебе аудитории. И, соответственно, ну, ты уже выбираешь, кто какую у тебя аудиторию может предложить, и, может быть, сходить на зеленый сайт, и там тоже есть наша аудитория, и мы этого никогда не делали. То есть, есть еще и эксперименты, опять-таки. Да, я соглашусь с Иваном, совершенно никак не влияет, потому что это невыгодно на данном этапе. Своё медиа еще надо раскрутить, чтобы она достигла определенных масштабов, сопоставимых существующими медиа. И это просто глупо и самоубийственно, потому что промоция и продвижение продуктов, тарифов, чего угодно, необходимо. Зачем же нам пилить ветку, на которой мы сидим? Мы не узнаем, что будет через пять лет. Зачем же уже думать через десять? Екатерина, у вас есть что-то добавить по этому? Да. Собственно, реклама как была, так она и остается. Что касается конкретно вот МТБанка, блог скорее нацелен на то, чтобы… Ну, скажем так, мы размещаем на Тутбай рекламу о форме карточки халва, а в МТБлоге мы учим, как правильно пользоваться карточкой халва. То есть мы не продаем новому клиенту, мы удерживаем старого клиента. И, возможно, через десять лет, через десять лет этот старый клиент, переоформив снова и снова себе карточку халва, придет и закажет себе еще автокарту и поэкей в передачу. Возможно, но не факт. Но, по крайней мере, он будет точно знать, как пользоваться этими продуктами, как пользоваться в принципе банковскими продуктами. Давайте, это будет последний вопрос на сегодня. Нет, давайте в микрофон, нам для записи нужно. Тут все говорят, последние спикеры про десять лет. У меня такой вопрос. Какой смысл создавать сайты? Вот есть и радио, и сайты, и соцсети. Мне как совсем непонятно то, что наоборот порталы онлайн и Тутбай переходят в соцсети, и все читают молодежь, новое поколение в соцсетях. Смысл в принципе создавать сайты, если соцсети проще раскручивать, проще наращивать аудиторию, так же зарабатываются деньги, те же схемы, как сайт. Смысл создания этих порталов вообще? Ну, это такой философский вопрос, я бы сказала, да. Если кто-то хочет ответить. Да, мы об этом много разговаривали внутри редакции, и да, мы реально иногда задаемся этим вопросом о смыслу. И да, сегодня мы идем за аудиториями туда, куда они есть, и туда же им несем наш информационный продукт в той форме, в которой мы готовы его потреблять. И мы там попробовали инстант артикл делать в Фейсбуке, потому что не хотят они кликать, чтобы уходить на наш сайт, да, и попробовали много других вещей. И, в принципе, нужно быть готовым к тому, что, возможно, нам придется мигрировать в социальные сети, вот прям все туда. Но есть обратная сторона медали. Мы прекрасно помним, ну, может быть, вы не помните, кто постарше помнит, да, был бум живого журнала, и все были там, и люди писали, и так далее. И сейчас там он тоже есть, ну, то есть люди там тоже есть, но их стало меньше, и никто из, я так понимаю, наших медиа, особо на живой журнал не нацелен, да. И мы понимаем, что есть пик популярности социальных сетей каких-то, потом он проходит. В конце концов, мы понимаем, что, ну, Фейсбук сегодня есть, завтра его может не быть. Так тоже может случиться. Да, такое бывает. Это сложно принять, но тем не менее. И поэтому все-таки мы сохраняем за собой вот и возможность своего сайта и держать его, и наполнять его, и так далее. Хотя, еще раз повторюсь, что ситуация сейчас такая, что все медиа, все проекты, которые сейчас создаются, они должны понимать, что им нужно будет буквально, ну, не ножками, но тем не менее, ходить за своей аудиторией туда, где она сейчас находится. Других вариантов сейчас просто не существует для нас. Спасибо, Инина. И я, наверное, просто, в общем-то, уже просто подведу итог и скажу, что да, действительно, медиа, которые создают бренды, они, мы сегодня увидели, тут сама цель – это играть по своим правилам. То есть делать тот контент, который нужен именно бренду, не подстраиваться под редакционную политику, но в то же время, в общем-то, продолжать размещаться и в тех медиа, с которыми они дружили и дружат до этого. Ну и самое главное – это, конечно, поиск собственной ниши. То есть те сегодня спикеры, которые у нас здесь есть, они свою нишу нашли и еще ищут. Мы будем ждать, в общем-то, с нетерпением, что же нам будет предлагать новое телевидение, брендированное. И я думаю, что и МТ-блог, и Зеленый портал, и Wargaming сегодня, в общем-то, получат несколько новых подписчиков. Всем спасибо большое. Вы можете задать свои вопросы еще после. Спасибо. Спасибо.